зайдем в одну теплицу как раз там все и растет уже из трубы 40 на 80 зима на зиму не похоже лето на лето не похоже поликарбонат ух ты ничего себе я тебе скажу так током дало хорошо некоторых теплиц даже посрывал затеняйку высота теплиц прежде всего должна быть такой в которой комфортно растениям расти чем больше у нас объем тем больше у нас потери то есть если у нас теплица 10 метров то высота 5-6 половина это максимум порядка 40 градусов за счет затеняйки 50 процентов мы снимаем половину солнечной инсталляции внутри теплиц это у нас полив это у нас вентиляция добрый день дорогие друзья мы находимся еще на одной из нашей тепличной стройки эти теплицы находятся в чернигове вот приехали сюда посмотреть как наши ребята это все сделали в принципе есть уже теплицы которые работают есть еще теплицы которые строятся поэтому вот как раз в процессе это все можно посмотреть то есть пока одни еще строится другие уже начали работать и вопрос стоит в том как вообще теплицы работают и в принципе на вот на одной из наших теплиц мы покажем какая должна быть теплица какая она должна быть по функциональности, что там применяется, чтобы получить нормальный климат внутри теплицы. Зайдем в одну теплицу, как раз там все и растет уже. Кстати, а ты знал, что Чернигов был в свое время в Древней Руси, можно сказать, конкурентом Киева, и в принципе он был даже намного богаче, чем Киев, поэтому довольно интересный город. Вот, итак, мы находимся в одной из наших теплиц, и что тут у нас находится, и в принципе по каким правилам, и почему делался вот такой форматив, да, то есть вот, и отвечу на некоторые вопросы, то есть вопросы, которые нас часто спрашивают, а из какого профиля делается конструкция, б какой должны быть высоты, в чем накрывать, то есть вот эти все нюансы мы сейчас постараемся осветить и дать ответы, потому что их накопилось довольно много, ну реально хотелось бы их раскрыть. Вот у нас данный формат теплицы, это высота 4,5 метра и ширина 10 метров для удобства, то есть есть ровная часть, это боковые стеночки, они идут у нас из трубы 40 на 80, да, там, и они являются несущими стойками. Кстати, один из вопросов, которые там задавали, вот даже если мы выйдем на улицу, то что довольно сейчас сильный ветер, и вопрос в том, на что, какие опоры лучше делать в теплице, то есть есть два типа конструктивов, на которые ставятся различные, это свайный метод и это на бетонные опоры. Мы стараемся делать бетонные опоры, потому что конструктив получается значительно жестче, чем на свае, то есть свае плюс-минус играет. Кстати, хотелось бы услышать и ваше мнение, какие лучше варианты установки на геосвае, когда вот теплица приехала, и она ставится на геосвае или геошурупы, или на бетонные опоры, то есть вот интересно услышать ваше мнение, потому что мнений очень много, и, как говорится, как каждая лягушка хвалит свое болото. Если она стоит на бетонной опоре, ну, с учетом того, что я больше 100 килограмм, на конструктив довольно сложно даже пошатнуть, то есть жесткая идет связка с опорой, да, такая конструкция довольно устойчивая к ветровым прочим нагрузкам, то есть несущая стойка, она идет высотой полтора метра. За счет этого здесь, в принципе, можно выращивать самые различные растения, и они имеют довольно хорошую высоту для объема. Вот эта стенка, которая здесь, в стандартной конфигурации она идет полтора, но ее можно делать и два, и два с половиной. Вот есть видео, есть конструкцию, которую мы сейчас тоже строим параллельно, она идет два с половиной. Вот, за счет этого можно играться с высотой. И если у нас объемные высокие растения, то имеет значение высота. К высоте мы еще вернемся. Вот, то есть стойка, и у нас пошла ферма. Почему мы делаем фермы? То есть фермы, если брать конструкционно, они довольно хорошо выдерживают различные как статические, так и динамические нагрузки. То есть труба 40 на 40, она в виде фермы, и еще дополнительно добавляется такелажная группа, которая является и раскосом. То есть конструктив, задача, которая стояла, конструктив должен выдерживать все снеговые и ветровые нагрузки. Причем здесь идет усиленный вариант, это шаг 2 метра. То есть есть стандартный 2,5, этот усиленный, поэтому его задача, с учетом того, что мы постоянно, так сказать, живем в нестабильной климатической обстановке, то есть зима на зиму не похоже, лето на лето не похоже, то есть ветра, все прочее. Вчера был довольно сильный, ребята говорили, ураган, что с некоторых теплиц даже посрывал затеняйку. Вот, поэтому конструкция должна быть довольно жесткая. Квадратная или круглая? То есть тут тоже как бы много нюансов и много вопросов, где кому какая нравится. Мы начали с круглой, перешли на квадратную, увидели там свои преимущества, да, то есть начали с ней играться. В принципе, что круглая, что квадратная, это как двигатели для машин, то есть есть бензин, есть дизель, и те машины, и те машины ездят. То есть у дизеля есть свои преимущества, у бензина свои преимущества. также сама круглая квадратная то есть почему ушли в квадрат у него лучше несущая способность да то есть ферма хорошо держит нагрузки в ней очень удобно устанавливать различные системы оборудования то есть кстати интересно и услышите ваше мнение по поводу того какая труба лучше круглая или квадратная бросаем трассы бросаем трубы то есть все это очень удобно крепить в квадратной трубе потому что есть пазы есть пространство и вот если теплица должна быть функционально если теплица задача чтобы в ней было оборудование для зимы для весны для лета то тогда вот здесь видно здесь и натянуты тросики до получается то есть тросики для растений чтобы подтягивать то есть это все позволяет сделать такие важные группы здесь есть системы туманообразования не установлены опять же фермах в такелажной группе то есть здесь будет ставиться там отопление освещения то есть опять же удобно ставить крепить все это к квадратной трубе то есть какая должна быть высота теплиц то есть высота теплиц прежде всего должна быть такой в которой комфортно растениям расти высоких теплицах более оптимальный создается климат и теплица более инертная за счет того что большой объем теплица делается к примеру высокой и в ней горячий воздух вверху более теплый средний и прохладный если это лето внизу если же это зимой то соответственно у нас мы греем внизу тепло то есть она прогревает рабочую зону пока она идет дальше она и остывает поэтому таких теплицах а растения лучше растут б в таких теплицах лучше климат то есть они лучше выдерживают перед температурные перепады да то есть день ночь минусы которые возникают это естественно система отопления которая надо одну и стартовая стоимость как бы система отопления чем больше у нас объем тем больше у нас потери и в таком случае как бы возникают пропорции то есть теплица должна быть не выше ну где-то 0 5-0 65 своей ширины то есть если у нас теплица 10 метров то высота 5-6 половина это максимум поэтому основная задача как бы теплицы создать комфортные условия для растений и что значит комфортно вот в принципе здесь это в летний в летний период это должно быть хорошее проветривание чтобы в теплице было прохладнее чем на улице а мы сейчас как раз это все протестируем а в зимний период это соответственно в теплице должно быть теплее чем на улице и там достаточно было бы света чтобы хорошо росли и растения то есть это свето прозрачность купола то есть вот это все должно быть с вентиляцией напрямую связан каркас потому что чтобы сделать вентиляцию то есть в ней должен быть хорошее проветривание сейчас у нас лето у нас какое сегодня число 22 июля довольно солнечно но очень ветрено поэтому на улице мы сейчас зайдем померяем температуру и зайдем в теплице что у нас происходит здесь одна боковинка открыта почему 1 потому что 100 идет очень сильный ветер поэтому ту часть мы закрыли эта часть открыта за счет этого хорошее проветривание но идет движение воздуха есть фрамуги в принципе томатная теплица она вообще любит когда есть верхнее проветривание тогда теплица абсолютно не перегревается за счет затенения то есть когда поставили затенение температура тут резко упала я вот замерю где у нас затеняйки нету то есть вот у нас здесь сколько градусов сейчас на грунте видно порядка 40 градусов и вот где у нас начинает затеняйка мы зашли в тень здесь у нас уже 2924 ниже температура грунта но в принципе даже растение если мы смотрим то есть они не перегреваются то есть вот 21 23 хотя на солнце где-то плюс 30 плюс 35 грунт земля нагревается до 40 у нас есть термометр у нас в теплице сейчас 31 градус 32 а светонасыщенность это у нас 33 34 тысяч люксов вот что у нас на улице творится пошли посмотрим ну на улице порядка 100 тысяч люксов может уже просто на больших оборотах врет и температура также 31 и 8 что в теплице что в помещении температура примерно одинаковая за счет затенения за счет проветривания здесь создается довольно комфортные условия для роста растений и здесь нету сильного ветра как на улице реально трепает хорошо ну и за счет сколько у нас грунт показывают то есть вот у нас грунт 23 градуса да то есть 24 для растений в принципе если взять фотосинтез то есть вот это практически оптимальная температура 20-25 когда есть подача воды то есть растения как все автотрофы они превращают из неорганических веществ в органические за счет фотосинтеза за счет света воды и co2 воду берется с помощью корневой системы а co2 поглощает зеленая масса причем если у нас очень высокая температура грунта да то есть нагревается то сразу падает нормально поглощение корневой системы влаги и сразу это отражается на фотосинтезе то есть поэтому для нормального то есть фотосинтеза у нас и должно быть и хороший поток воздуха да то есть чтобы нам нормально обеспечить газообмен потому что если где-то что-то хромает сразу то есть если мало co2 нарушается нормальный фотосинтез если воды нету нарушается нормальный фотосинтез света нормальный фотосинтез это конечно то есть даже сейчас происходит эволюция растений в принципе с учетом того что вот где-то начиная 30 миллионов лет тому назад, то есть начал постепенно падать уровень СО2 в атмосфере, да, то есть еще давным-давно, в принципе, уровень СО2 был значительно выше, чем сейчас, даже сейчас, так сказать, в индустриальной эпохе, там было и 1000 и 2000 ппм, то есть это количество частиц на миллион частиц воздуха, то есть было и 1000, но в итоге, поскольку заканчивалась вулканическая деятельность, а основной источник СО2 в атмосферу, это вулканы были. То есть это там до 320 миллиардов тонн, это вулканы давали. Вот, океан также сам дает довольно большое количество СО2 за счет выделения, но он и поглощает его. Поэтому 30 миллионов где-то лет назад началось падение СО2 в атмосфере, то есть 1800, и он начал падать с 400, там 300, 280, в итоге произошла эволюция в растениях и появился фотосинтез С4, это когда за счет устиц, которые находятся внизу, то есть получается больше уловить СО2, да, там, то есть за счет концентраторов и все прочего, при этом как бы больше тратится энергии, но за счет того, что эти растения находятся в более высокой температуре и где больше света, то в принципе это все проходит к тому, что увеличивается количество зеленой массы. С4, растения с фотосинтезом С4 выиграют там где больше света, там где меньше СО2, чем С3, то есть причем у них получается, если диаграмму строить, то в С4 растениях пик фотосинтеза наступает на 0,04% СО2 в атмосфере. Вот, а С4 это растение, кстати, это сахарный тростник, да, самый известный и у него самый большой прирост биомассы, который есть как бы в растениях. Сахарный тростник, кукуруза, то есть это такие растения, которые построены на базе С4 и которые выигрывали в гонке с растениями стандартными, которые это тоже все растения с фотосинтезом С3, пока не пришел человек и не началось увеличение количества СО2, то есть сейчас уровень СО2 это где-то 400-0,04% и в принципе в растениях, которые на базе фотосинтеза С3, у них фотосинтез пропорционально увеличивается количество СО2 в воздухе. Они могут спокойно увеличиваться, свой показатель фотосинтеза до где-то 1000 ppm, то есть 0,1% СО2 в атмосфере. Что мы получили в итоге, то есть когда у нас увеличивается количество СО2 в атмосфере, оно увеличивается по сравнению с прошлыми 100 лет, то есть ежегодно где-то на одну-две частички на 1 миллион, то есть оно постоянно растет. И в итоге зеленая масса на планете увеличивается, то есть количество зеленых участков на нашей планете по сравнению с прошлым увеличилось на 25-30%. Из-за того, что больше СО2 вырос урожай, то есть в умеренном климате, то есть за счет того, что СО2 больше, урожайность стала больше. Уменьшился там, где было раньше жарко, то есть Аргентина, Бразилия страдают из-за этого, потому что те растения С4, которые были заточены под уменьшение СО2, то есть они не вытягивают и они проигрывают в конкуренции с обычными растениями, а растений С4 всего там 5% где-то, это такие... Кстати, в фотосинтезе растений С4 нету деревьев, только это все растения на базе фотосинтеза С3. Вот, ну мы отвлеклись в целом, то есть чтобы получить максимальный урожай, то есть у нас должна быть грунт невысокой температуры, то есть где-то плюс-минус, да, то есть вот 22-23. Температура в теплице вот эта 31 градус, световая насыщенность 28-30. За счет затеняки 50% мы снимаем половину солнечной инсталляции внутри теплицы, то есть здесь в два раза темнее, как бы, чем наружи, но зато здесь этого света с головой хватает, то есть 34 тысячи люксов это солнечный день, вот. Когда тут пасмурно, здесь 15-20, то есть это вообще оптимальные показатели для нормального роста вот этих растений. Поэтому самое главное для растений, чтобы сделать им нормальный климат, а чтобы сделать нормальный климат, надо правильно построить теплицу. При этом теплица должна быть сделана так, чтобы она могла спокойно выдерживать все снеговые, ветровые и прочие климатические нагрузки. Вот от этого все и строится, и вот это, в принципе, мы стремились так сделать, то есть жесткая опора с землей, то есть хорошая несущая конструкция, возможность к ней крепить различное оборудование, то есть высота для того, чтобы растениям здесь было комфортно, и хорошее проветривание, то есть вот основные аспекты, которые позволяют в теплице хорошо выращивать. Ну, естественно, остальные моменты, это должно быть удобно и комфортно для человека. Что тут у нас? Тут у нас это туман, это у нас полив, это у нас вентиляция, это у нас, боже, как все, как все, пыли припала. Это у нас автоматика управления системой надува. Вот это у нас приводы, которые открывают, закрывают форточки, то есть очень удобно, не надо механика, хотя есть и механика, и мы сделали довольно-таки надежную. И тот, и тот вариант мне нравится, как механический, да, то есть так и электрический. Ну, в данном варианте здесь электроник, электрический вариант, очень удобно, открыли-закрыли, мало того, можно сказать, с автоматикой, с терморегуляторами, чтобы автоматически открывались форточки и закрывались. Но вот этот параметр, открывание-закрывание, все-таки нужно, чтобы человек контролировал, потому что есть ветра, есть свои нюансы, и вот это все должно открываться, закрываться. Кстати, вот этот вариант, это когда мы заходим в теплицу не сразу, а через тамбур. Мы здесь можем складывать инвентарь, мы здесь можем сделать котельную, то есть здесь очень удобно, здесь можно сделать рассадное отделение. Все, все, так сказать, для оптимальной работы и для эффективности. В данном случае здесь поликарбонатный конструктив. И опять мы сделали симбиоз, где у нас поликарбонат совмещается с пленочкой. Хорошо и комфортно. Здесь, когда идут дожди, вот такая получилась траншея. Здесь у нас идет боковое проветривание, то, что мы говорили. Есть ручные конкиды, механизмы, которые открывают-закрывают форточки. Вот, очень просто открывать, очень просто закрывать. Вот механизм простой, надежный, который позволяет открывать у нас фрамоги. Вот, то есть сейчас она у нас не надувается, но когда мы закрываем и запечатываем, то ставится клапан и надув у нас надувает. Вот. Ветер довольно сильный, то, что я говорил, что ветра. Вот. Есть ограничители, чтобы у нас боковое проветривание не билось. Москитная сеточка защищает от того, чтобы сюда попадали вредители и другие насекомые, которые нам там не нужны. Бетонные опоры, кстати, делались тут дополнительно, доливались. Вот они, то, что мы говорили. Хорошо запечатано. Есть юпочка, так называемая, чтобы вот этого, ну, эта часть присыпается. Пленочка надута довольно хорошо. То есть надута, это значит, на ней не должно быть складочек и должен быть такой барабанный бой. Ну, вот как закреплена затеняйка просто. На каждый ограничитель бросим тросик и за счет этого мы зафиксировали затеняйку. И в теплице у нас значительно прохладнее. Вот. Такой вот вариант, когда у нас все надуто. Все, кстати, как вы обратили, места острые. Вот здесь получается все дополнительно запаковано, чтобы у нас пленка нигде не соприкасалась с острыми частями. Потому что металл там, где он подрезан, имеются острые части. Торец. Торец в данном варианте, он сделан с поликарбонатом. Ух ты, ничего себе. Я тебе скажу так, током дало хорошо. За счет накапливать статический заряд. Вот. Торцы сделаны с поликарбонатом. Они получаются значительно жестче. Вот. И с ними удобно делать форточки, двери. Это все с поликарбонатом. В принципе, торцы могут быть из пленки. Мы просто всегда делаем из поликарбоната движущие элементы. То есть поликарбонат первое дает жесткость. Второе, он более устойчив к ударам и ко всем механическим повреждениям, чем кленка. А на торцах, особенно там, где двери, то есть это более чаще происходит. Люди идут, что-то бьется, трутся и все прочее. Из-за этого повреждения идут. Поликарбонат дает жесткость, дает устойчивость. И торцы с этим вариантом очень хорошо работают. Что, идем в тот торец. А вон, кстати, торец, который сделан из пленки. Удобно, когда несколько разных конструктивов собираются. Вот, хорошо надувается, да, то есть вот. И, в принципе, ну двери, двери, как видим, сделаны. Нравятся мне эти двойные ручки. Красиво, функционально. Они, во-первых, не будут перекашиваться, хоть они идут сварные. Фромуга, да, это тоже идет с поликарбонат. За счет этого мы получаем лучшую несущую способность, долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Пленка выполняет функцию отграждения внутреннего пространства отнаружи. Поэтому есть и такие варианты симбиоза. Теплицы, так сказать, бывают самые различные. Но один из вариантов, который, я считаю, имеет право на жизнь, я вам про него рассказал. С вами был Александр, Эко-теплица. Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. До новых встреч. Все, пошли дальше работать. Что ты снимаешь? Я не украл, меня угостили с теплицы. Да, да, да.